Добрый день, дорогой друг! Когда ты просыпаешься, то что делаешь прежде всего? Это очень важно. Первые 10, 15, 20 минут оказывают значительное влияние на твой день. С первых минут говори с Богом. И не только словами, а увидь четкие образы и, самое главное, увидь конечный результат. Настраивай себя думать исключительно положительно. Ожидай хороших новостей. Этот день будет хорошим. Бог поможет тебе и даст тебе победу. Увидь, что сегодня у тебя прекрасный вечер. Все будет чудесно. Везде все будет устраиваться. Бог позитивен. Бог – это свет. И нет в нем никакой тьмы, страха, боли, переживания, плохих ожиданий. Этот интенсив поможет тебе в этом дне. Удели 30 минут. Позволь себе прожить этот день так, чтобы все лучшее, что Бог имеет для тебя сегодня, чтобы все это пришло в твою жизнь. Прямо сейчас апостол будет говорить тебе слово. Возьми это слово и стань тем, кем ты способен быть. Когда я молился в четвертом измерении первый раз, в один момент я вдруг ощутил. Перед тем, как вот Бог со мной заговорил, я ощутил от Него конкретно. Возьми 3000 долларов и посей в одного служителя. Чтобы вы поняли, 3000 долларов. Для меня тогда это огромные деньги были. Вообще нереально огромные. Я даже не знал, где я их возьму. Но из-за того, что не было даже такого вопроса, где я их возьму, я подчинил себя Богу. И я сразу же начал думать, где мне найти эти деньги. Я начал их искать. И я нашел их. И этот служитель, он проезжал через мой город. И мы встретились. Вот так вот все устраивалось, сверхъестественно. И я посеял в Него эти 3000 долларов. Богу было нужно, чтобы я это сделал. Я это сделал. Потом я молюсь дальше. И Бог меня посещает. И это было просто, друзья, это было просто потрясающе. И вы должны знать, что когда мы молимся в четвертом измерении, это четвертое измерение приведет нас к той точке, где мы начнем что-то делать. Должны будем что-то сделать. И вот поэтому стоит вопрос, чтобы ты определился для себя, какую цену, на что ты готов пойти, какую цену заплатить для исполнения своей мечты. Потому что часто люди, они не осознают, что за свою мечту на самом деле они не готовы заплатить ничего, не готовы что-то сделать. А это важно. И вы знаете, что когда когда Бог что-то хочет от тебя, вот в какие-то моменты, чтобы ты сделал, очень часто это самые неподходящие моменты, согласны вы с этим? Вот ты молишься в четвертом измерении. И Бог тебя приводит к чему-то. Вот мы для примера вам расскажу. Покупали храм в Киеве. И как мы это делали? Вы вдумайтесь в саму ситуацию. Мы пришли к людям, которые продавали это здание. У них там была мебельная фабрика. Все работало. Я сел и сказал им, что у нас полно денег, давайте документы. У меня не было ничего, даже тысячи долларов не было. Но они это не увидели. Вид у меня был уверенный. Но я им говорю, слушайте, что я им говорю. А почему я так делаю? Потому что я чувствую, что Бог хочет, если ты молишься в четвертом измерении об этом храме, то в какой-то момент Бог, Он тебе скажет что-то сделать. И вот мне в какой-то момент Он начал проговаривать. И остановить это нельзя. Потому что если остановишь, все разрушится. Это внутри вся жизнь. давай прям сейчас пусть они отдают тебе это здание. У нас денег нет. Ребята эти об этом не знают. И мы им говорим, срочно убирайте мебельную фабрику и отдайте нам это здание. Пока вы оформляете все документы, там, следующие полгода, мы уже будем пользоваться зданием. И вот представьте, мы их так торопим, что мой помощник Саша, он там ездил каждый день, ему говорит, то убирайте вы свои мебель станки свои, убирайте все. И те уже такие, не знали, что делать, они вот так все вывезли. Мы взяли за месяц, сделали там ремонт, вложили очень много денег. И зашли туда. И мы там проводим собрания, друзья. Но Дух Святой, Он как будто бы тебя что делает? Подставляет. Потому что если вдруг что-то не так будет с документами, ты же уже и ремонт там сделал, ты же уже людям сказал, ты же уже собрания там проводишь, на кону твоя репутация. Вы понимаете, что это такое или нет? Вы понимаете, как ты спишь потом? Ужасно. Потому что тебе кажется, а вдруг денег не будет? Ты как же этим ребятам посмотришь в глаза и скажешь, денег нет. А я скажу, так ты же говорил, что у тебя гнавалом? Я говорю, ну, что тогда буду говорить? Скажу тогда, деньги ничто, имидж все. И ты, вы поймите, Бог, когда он открывает, ты в четвертом измерении будешь молиться, он будет касаться тебя, чтобы ты что-то сделал. Очень важно, чтобы ты был готов заплатить какую цену, пойти на то, что он захочет. Потому что это может быть что-то, что для тебя будет, ну, как я это сделаю? Ну, как такое может быть? И вот представьте себе, я проповедую в этом храме, говорю всем людям, что все, здание класс, все отлично. На самом деле, представьте себе, это здание не наше. Документы там, оно здание само, представьте, оно находится в залоге, в каком-то банке, под кредитом. Когда ты об этом думаешь, ты думаешь, лучше буду в четвертом измерении, потому что это приводит тебя в шок. Но это есть путь, которым исполняется твоя мечта. Таким образом, Бог избирает путь, чтобы ты вот именно так делал. И таким образом он действует, потому что твоя вера, ты идешь в вере. Если ты усомнишься, тебя разорвет под таким давлением. Поэтому надо верить. И вот когда ты начинаешь молиться в четвертом измерении, он может что-то тебе говорить, что-то проговаривать. И вы знаете, как у доктора Ион Гичок, когда ему нужно было деньги, 50 тысяч долларов, и он думает, где их взять? И он в своей книге описывает это. Что Бог ему сказал? Иди прямо к директору банка. И он говорит, так там же столько людей, и очередь, и ты не записан. И его помощник говорит, я даже не пойду с тобой. И он описывает это в своей книге. Почитайте. Это то, как Дух Святой осуществляет бывают вещи. Готовы ли мы идти на это? Вот ему нужны были деньги. И он говорит, я секретарь, вы куда? Вы кто? Он говорит, я от высших властей. Она сразу изменилась в лице, сразу начала ему прислуживать, пошла. Я зашел, думаю, что я буду говорить этому директору? Но Бог мне опять внутри сказал, говори так, будто бы ты очень важная личность. И он сел, я пришел к вам с очень хорошим предложением и пришел обрадовать вас. А тот сидит и говорит, как обрадовать? А что? Что нужно директору банка, я извиняюсь, чтобы его обрадовать? Он говорит, я хочу дать вам 10 тысяч вкладчиков. Он да, да. А что вам надо? Да почти ничего, 50 тысяч долларов. И вы знаете, что? И он дал ему эти 50 тысяч долларов. Но есть момент, да, когда Йонгичу мог бы молиться дома и ждать, что кто-то сейчас позвонит и скажет, приветствую вас, пастор Йонгичу, вот, есть деньги для вас. И мы представляем себе ответ так, но когда мы мечтаем, будет момент, момент, когда Дух Святой, Он коснется нас, чтобы мы что-то сделали. И это может все поменять. Вот именно вот эти моменты, мы должны быть к ним готовы. Когда ты молишься о здоровье, и ты представь, ты видишь себя здоровым, крепким, красивым, придет такой момент, когда вот просто коснется тебя, ты поймешь, или вот просто кто-то тебе предложит, но ты будешь понимать, что это Бог делает. Пойдем в спортзал. И в этот момент нельзя сказать нет. Кто-то слышит? Нельзя сказать нет, я не хочу, я не люблю спортзал, я не такой человек, потому что нужно в этот момент идти. Как тебя ведет Бог? Поставь себе цель. И вот, чтобы поставить цель, тебе нужно определиться, чего ты хочешь. Потому что есть много разного, чего мы на самом деле хотим. И разного, в разных сферах, и мы хотим то одного, то другого, то третьего. И все время мы что-то хотим, и нам везде у нас нужды. И есть разница между тем, что у меня в этом нужда, и я этого хочу. Замечали это или нет? Бывает у тебя есть в чем-то нужда, и ты молишься, исходя из нужды. А есть другой момент, когда ты молишься не из нужды, может она и есть, а из-за того, что ты хочешь. Может нужда смотивировала тебя. И вот это определиться в том, чего ты хочешь, братья и сестры, вот с этого все начинается. Потому что очень часто вы начинаете что-то делать, не определившись. Начинаете больше картин в моей голове будет, тем больше чудес будет. Нет, оно не так немножко работает. Ты должен знать, что когда у тебя есть определенность в твоем желании, это великая сила. Давайте возьмем какой-то пример. Вот у нас у всех есть жизнь, семья, финансы, здоровье, ну и так далее. И вот возьмем мужчину или женщину, кого взять? Хорошо. Возьмем женщину. Женщины, нельзя с ними спорить. Вот у женщины, да, у нее может быть желание, к примеру, да, желание, вот самое такое, давайте сейчас без супер духовности, окей, нормально, ничего страшного. Хорошо. Вот просто у нее желание, она хочет, вот быть очень красивой. На данный момент, может быть, так получилось, она набрала лишний вес, там, как-то вот что-то не так, замученный вид, нет вещей хороших и так далее, и тому подобное. А вот у нее желание появилось, вот просто желание. И знаешь, у нее много нужд и так далее, но у нее желание появилось. И знаешь, желание определить, чего ты хочешь, оно играет очень важную роль. Ты скажешь, поверь мне, конечно же, и когда у тебя появилось это желание, вот ты определилась и ты хочешь просто выглядеть. Вопрос сразу, как? Потому что хочу быть красивой, можно быть как в фильме, не родись красивой. Как конкретно, да, то есть должно быть конкретное понимание, что ты хочешь. И вот когда у тебя есть эта определенность, ты определилась в направлении, я хочу быть красивой, я хочу чтобы изменилась моя внешность. И ты понимаешь, да, что ты можешь пойти в спортзал, ты можешь там сесть на диету, ты все уже пробовала, ничего у тебя не получилось, потому что после того, как ты спрыгнула с диеты, так ты так запрыгнула на пирожки, что как говорится, все, кто и вот я вам скажу, в самом деле, многие попытки в нашей жизни, они не имеют успеха, потому что изменений это не произошло, мы же не двигались в четвертом измерении, а мы двигались просто по плоти, поэтому время прошло, все вернулось назад, если ты в четвертом измерении что-то видишь, то потом все твои действия они принесут тебе результат. Чтобы войти в четвертое измерение, ты должен знать, что без Духа Святого оно не работает. Ты должен отвлечься от всего, настроить свой разум на один живой образ того, о чем ты мечтаешь. Это и будет твоя практика. Молясь на языках и включив свои эмоции и чувства, будто это у тебя уже есть, погружаемся в четвертое измерение. и Осознай реальность победы Бог дал тебе власть в духовном мире Именно ты решаешь, какими будут обстоятельства в твоей жизни Ключ к победе в твоем осознании Сохраняй позитивное мышление Ты на одной волне с Духом Святым Ты создаешь новую реальность Все будет именно так, как ты это видишь Принимай свою победу Осознай реальность победы Бог дал тебе власть в духовном мире Именно ты решаешь, какими будут обстоятельства в твоей жизни Ключ к победе в твоем осознании Сохраняй позитивное мышление Ты на одной волне с Духом Святым Ты создаешь новую реальность Все будет именно так, как ты это видишь Принимай свою победу Если у вас есть в голове преобладающие настройки Он взорвет просто все эти стены Он взорвет просто все эти стены Доминирующая мысль в твоей голове Доминирующая мысль в твоей голове Ты должен так думать Ты должен так думать С Богом я все могу Ты должен так думать Ты должен так думать Мы должны иметь настрой победы и быть в этом очень твердыми. Преобладающий настрой. Если у вас есть в голове преобладающий настрой, он взорвет просто все эти стены и откроет перед вами невероятные возможности новую жизнь. Преобладающий настрой. Ты должен так думать. Мой преобладающий настрой моего мышления, он не будет негативным. С Богом я все могу. С Богом я все могу. Субтитры создавал DimaTorzok Вы должны иметь настрой победы и быть в этом очень твердыми. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас, мой друг, принимай благословения на весь день. Пусть твои дети будут здоровыми. Пусть твоя семейная жизнь будет счастливой. Пусть твои родители будут в здравии. Твоя работа радует тебя. Твой доход растет каждый день. Пусть будут новые возможности именно для тебя.